кот это ты сделал друзья вот как сожрали куру причем не одну а весь выводок вот наш дом мы здесь были в комнате всех съели курятник у нас в конце участка там куры на свободном выпасть и гуляют 4 курс ела когда собака сейчас идем искать эту собаку котики тоже в шоке что тут сотворилось вот они перья и все это уходит вот туда наверх участка сейчас мы попробуем найти зверя который сажался в кур сам курятник он открыт и кур обычно гуляют по участку спокойно ну вот еще средство преступления то есть кого-то на сожрали здесь и последнюю курицы которые ели она убежала к нам в дом и соответственно пыталась спасти но не успела цепочка из перей то есть собака таскала или лиса таскала все это наверх причем средь бела дня то есть вот сейчас 10 часов утра маркиз взять собаку фас маркиз пойдем ты мы с тобой ничего не страшно нам боевой код маркиз вот где-то здесь в лесу о еще перья еще маркиз направо поваленная края нашего участка вот забор раз показывает что кончилась наша земля где ага ну что ж ворочко давай с тобой познакомимся ну давай посмотрим что за собака здравствуй галю живет ты кто такая ну вот свидетельство преступления собака с ошейником явно домашняя гуляя черти где и мало того съела куру то есть вот это вот реальное преступление скажем так потому что это могла быть не кура а просто мог мог быть ребенок который вот эта собака укусила то есть она совершенно бесхозная во франции за такое преступление положено и даже не знаю чего положено но вообще так собаки себе не ведут хозяин который бросил свою собаку так и за ней не следит он будет наказан ну я буду требовать компенсацию по меньшей мере ну в общем счет начнем делать собака просто лежит и и охраняет сейчас пойдем к нашему другу охотнику как преступление века раскрыто вот в этом доме живет хозяйка начал свистеть собаки номер дома 171 ну правда непонятно как у нас номера дома лоботе он нарисован а вот собака который свистят вот он источник преступлений вот она идет хозяйки ну даже момент побега собаки хозяйки зафиксирован поэтому я думаю что никто не отмажется от как минимум покупки нам 4 новых кур ну что ж друзья преступление века раскрыто макс плакал и говорит папа и отдал тут ему передали подарок дядя гриша на день рождения говорит купи что хочешь папу твоего в армении оставил на твой день рождения вот тебе подарок макс говорит у папа мне целых 125 евро мне тебе их отдам давай купим новых кур но мы нашли все-таки хозяйку этой злополучной собаки ну я понимаю что она компенсирует нам стоимость кур мы купим себе новых но вы понимаете да что купить такую можно мы к ним привыкли к петуху все были очень хорошие позитивные и вот просто вот сейчас дико такое неприятное впечатление поэтому я обращаюсь данном случае ко всем моим знакомым собаководом все-таки включайте мозг потому что даже вот мой друг приехал сюда и сказал вот у него был шпиц он говорит шпиц лапочка никогда никого не трогал такая лапочка при лапочка это лапочка загнала там двух ховеролей так что один из них спрятался в какую-то трубу застрял там и мы его потом не могли найти полдня поэтому все эти лапочки до определенной степени лапочки когда-то включается инстинкт не знаю сожрать убить и еще чего-нибудь то есть вот дети бегают здесь вот у собака вошла бы в раш от крови куриный зубах и потом бы взяла бы похотилась на ребенка поэтому опять какая-то собака побежала окошко по франции с этим строго собака которая появляется в каком-то радиусе с ошейником и за ней не смотрят грозит очень большой штраф хозяину ну мы эту историю наверно не будем запускать дальше не хочу ссориться с соседями но я думаю что хозяйка поняла вообще проблему свою и из конечно повторится то тогда уже что-то на другое делать все собаки которые охотничьи они воспитаны и они ходят с хозяева с ради брелками и так далее ну то есть ну вот понятно что есть где-то грань потому что иногда даже охотничьи собаки вот оттуда с гор где не кабанов гоняют прыгают сюда вниз к нам и вот ты по улице увидишь сходничью собака который по делу куда-то идет почему она не может охотиться на кур ну вот есть воспитанные собаки есть не очень хозяйки наверное с утра не хотелось просыпаться выгуливать собаку она и просто типа вон пойди во двор погуляй пописать вот собакой подписывал взять да ты готов отдать свои 125 евро купить новых нет уже не готов ты передумал но я тебе могу сказать что мы хозяйку нашли она купит нам новый кур трат а ты рада тебе жалко кур собака дурака это точно ох друзья собака дурака следите за своими питомцами чтобы они такого не делали не носили детям моральную травму макс правда ведь уже отошел деньги до новых более позитивных встреч глупо уважаемые любители летных видов спорта и собаководства берегите природу мать вашу